Более 800 человек признаны потерпевшими в деле так называемой финансовой пирамиды. В суде начались первые слушания. На скамье подсудимых директор компании «Оптовка» Елена Колесникова. Первый суд прошел в открытом режиме. По данным следствия, более 800 человек стали жертвами финансовой пирамиды. Но, как выяснилось, истинные цифры намного больше. 5500 вкладчиков отдали свои деньги общей суммой 3 миллиарда тенге. Директор компании «Оптовка» вернул только 1 миллиард тенге. Елена Колесникова уже 8 месяцев находится в следственном изоляторе. Если вина будет доказана, ей грозит до 7 лет лишения свободы. Судебные заседания только начались и нет уверенности в том, что суд пройдет быстро. Потому что уголовное дело состоит из 130 томов. Колесникова, используя общепринятые принципы вложения денежных средств, создала макет договора о совместной деятельности, в котором целенаправленно не указывала размер выплаченных дивидендов. Дабы таким образом обойти нормы действующего закона о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан.